Кадровые перестановки в администрации Самары поддержали депутаты городской думы. Елена Лапушкина приняла решение досрочно уйти в отставку после семилетного посту руководителя города. Она поблагодарила парламентариев и своих коллег из администрации за совместную работу. Напомнила, что за эти годы было многое сделано, в том числе благодаря реализации в городе национальных проектов. Мы с вами строили, благоустраивали, мы с вами ремонтировали, периодически ругались, мирились. Но, тем не менее, мы всегда находили с вами точки соприкосновения, находили компромиссы и двигались дальше. Какие бы вызовы перед нами ни стояли, мы продолжали движение. И за каждый день я вас благодарю. Да, сейчас придет новый руководитель города, практически через месяц. Я убеждена, что это будет человек грамотный, трудолюбивый, профессиональный, человек, умеющий решать вопросы. Я очень рассчитываю на то, что вы его поддержите, вы ему поможете и, безусловно, будете также подружески помогать в решении всех городских вопросов. Парламентарии единогласно поддержали предложение назначить временно исполняющим полномочия главы Самары первого вице-мэра Ивана Носкова, который уже больше месяца выполняет обязанности мэра. Уважаемые коллеги, спасибо большое за доверие. Уверен, что мы с вами, как минимум, в ближайший месяц водотворно отработаем. Я совершенно искренне говорю, что Самара – это уникальный город. И у меня есть ощущение, что я не всю жизнь здесь прожил достаточно долго, хотя бы все прошел месяц. Поэтому буду рад с каждым из вас сотрудничать, с каждым оберить внимание. Решением городской думы объявлен конкурс по отбору кандидатур на пост главы Самары. Документы на участие будут принимать с 18 ноября до 17 декабря этого года. Конкурс проведут 20 декабря. Тем временем в губернской думе депутаты согласовали назначение Елены Лапушкиной на пост уполномоченного по правам человека в Самарской области. Не могу не обойтись без слов искренней благодарности, безусловно, Вячеславу Андреевичу за то, что он поддержал. Меня и выдвинуло на этот пост. Я понимаю, что для него это тоже было очень важным решением, значимым решением. Могу сказать, что я приложу все усилия, все, что от меня зависит, для того, чтобы и работа была успешной, и чтобы все права граждан, которые прописаны в Конституции Российской Федерации, безусловно, защищались на территории Самарской губернии. Отрадно, что следующим и преемником моим стала Елена Владимировна Лапушкина, человек, который очень хорошо знает систему работы муниципалитетов. Она еще, кроме этого, является председателем Ассоциации муниципальных образований нашей Самарской области. Она до тонкости знает всю работу, связанную с обеспечением жизни наших граждан, проживающих в каждом муниципалитете. Ольга Гольцова, исполнявшая полномочия регионального омбудсмена с 2014 года, обещала оказать со своей стороны всю необходимую поддержку Елене Лапушкиной в деле соблюдения всех прав жителей Самарской области. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.